Большой привет всем любителям поковыряться в любимом гаджете с помощью отвертки и молотка. Сегодня речь снова пойдет по теме, заданной вами. Мы будем снова обсуждать приставку Sega Dreamcast. Несмотря на то, что я уже говорил о ней, в этот раз вы попросили раскрыть тему. Ну хорошо, я это сделал с удовольствием, тем более, что где-то там вы усмотрели, что я сказал, что в ней DVD-ROM. Я такого никогда не говорил. Я мог сказать, что там почти DVD-ROM, имею ввиду, что да, там GD-ROM, это не CD-ROM, это все-таки носители объемом 1,2 гигабайта. То есть разница есть, я сейчас про это все подробно расскажу. Приставка действительно стоит нашего внимания, это все-таки представительница шестого поколения консолей, пятая и последняя, к сожалению, приставка от компании Sega. И сегодня я буду много смотреть внутрь нее, демонстрируя вам соответствующие фотографии. Поэтому в камере практически появляться не буду. Именно поэтому на мне сегодня наушники и передо мной стоит микрофон. Сегодня только голос. Итак, давайте посмотрим на первую фотографию приставки, которая в 1998 году вышла в Японии, а в 1999 году вышла и по всему остальному миру, то есть в Америке и в Европе. Sega Dreamcast уже давно стала историей. Пятая и последняя консоль от Sega. 12 лет назад начались продажи Dreamcast, и на момент выхода эта консоль была самой производительной. Считалось, что Dreamcast была мощнее Pentium 2 в 4 раза. В 2001 году Sega объявила, что прекращает продажи консолей. Dreamcast не смогла выдержать натиска Sony PlayStation 2. Хотя, если бы Sega постаралась, они бы смогли конкурировать. На старте консоль очень хорошо продавалась, и Sega даже не успевала их производить, а виной всему неправильный анализ рынка. Ну, хватит лирики, посмотрим, что у неё внутри. Сама приставка по размерам небольшая, 189х195х76 мм. Но из-за встроенного блока питания и металла весит она почти 2 кг. Спереди 4 разъема для подключения джойстиков, кнопка выключения и кнопка открытия привода. На приставке можно играть вчетвером одновременно, в зависимости от игры, экран делится на 4 части, или же всё происходит на одном экране. На задней стороне видео-выход, питание и RJ11 для подключения к телефонной линии модема. Консоль могла выдавать чистый VGA режим 640х480, без интерлиза, ну то есть без апскейла изображений из более маленьких разрешений в более большое. Dreamcast поддерживала игры, портированные с Windows CE, и вообще была совместима с Windows CE. И поэтому самым популярным приложением от Windows CE был интернет-браузер. Майкрософтская оперировалась с Sega в надежде продвинуть операционную систему Windows CE для видеоигр. Под Windows CE была возможность лёгкого портирования игр с ПК, кроме того, с ней поставлялась специальная версия DirectX 6. Однако, по сравнению с родной операционной системой Dreamcast, у Windows CE были ограниченные возможности. Игры, работавшие под Windows CE, например, Sega Rally 2, работали медленнее. Единственными приложениями к Windows CE, известными пользователям, были дозвончик и веб-браузер. Windows CE не была частью системы, кроме того, каждая игра, работавшая на Windows CE, имела свою версию, которая загружалась перед началом самой игры. Основной носитель данных для Dreamcast – оптический диск ёмкостью 1,2 ГБ, известный как GD-ROM, разработан компанией Yamaha. Sega выбрала проприетарный формат GD-ROM, поскольку он был гораздо большего объёма при использовании той же недорогой технологии производства компакт-дисков. Все консоли также могли играть и аудиодиски, однако GD-ROM-приводы, произведённые после 2001 года, могли читать CD-ROM лишь при прошивке BIOS или установке мод-чипа. Обычные CD тоже поддерживались. Мало того, естественно, все пиратские копии и выходили на CD. Не каждой игре требуется все 1,2 ГБ. Игры были зачастую меньше и вполне входили в 700-мегабайтный компакт-диск, что, собственно, и позволяло их активно пиратить. На правом торце располагается Dialab-модем, и он съёмный. Вместо него можно было поставить Ethernet-адаптер. Правда, стоил он очень дорого. Но тогда Dreamcast можно было подключить к нормальной широкополосной сети с доступом в интернет, что как бы и расширяет её возможности. На этой фотографии очень хорошо видно, что модем использует чип Connexant. Это очень известный производитель чипов для модемов и вообще модемов. Думаю, что у каждого такой модем в своё время был. На обратной стороне устройства мы видим чип компании Sega. Что это за чип, я не знаю. Модуль сделан в Индонезии. Сейчас такое уже редко встретишь. Впрочем, смотрите дальше на фотографии и увидите много разных стран и брендов. Такое ощущение, что все компании объединились, чтобы выпустить вместе эту прекрасную консоль. Если открутить четыре шурупа, можно снять верхнюю часть. Приставка собрана добротно. Всё на своих местах, ничего не болтается. Слева блок питания, посередине привод с контроллером, ниже плата с аккумулятором и входами джойстикой. Чуть правее вентилятор. Если открутить привод, то можно увидеть, что механика никак не прикручена и просто крепится на резиновых подложках. Приводы JD-ROM производства Yamaha устанавливались только в NTSC версии консоли. В PAL-версии устанавливались JD-ROM производства Samsung. С обратной стороны привода мы видим разъём для подключения его к материнской плате. На самом контроллере мы уже видим чип Toshiba. Если открутить блок питания, то мы видим, что из материнской платы торчат шесть штырьков питания. Блок питания как бы насаживается на него. Причём всё сделано добротно, ничего не болтается и не шатается. Плата с разъёмами подключения джойстиков соединена с материнской платой гибким шлейфом. На ней расположен аккумулятор и питание для вентилятора. Металлическая пластинка, прикрывающая материнскую плату, является по совместительству ещё и радиатором. Её тоже можно снять. Таким образом мы наконец добрались непосредственно до приставки. Вот она красавица, идеал технической мысли. В предыдущем своём обзоре, всей истории компании Sega, я кое-что уже рассказывал про Dreamcast. Поэтому не буду повторяться про конфликт японской и американской стороны разработки. Соответственно, американская сторона никогда не выпускала свою приставку с чипом Voodoo 2. И мы смотрим исключительно на японскую версию. Соответственно, здесь мы видим следующее. Процессор SH4 RISC KPU со 128-битными функциями для обработки графики. Рабочая частота 206 МГц, 360 млн. операций в секунду, 1,4 ГФ. Графический процессор PowerVR 2 CLX2 Series 2 на частоте 100 МГц. Рендеринг до 3,5 млн. многоугольников в секунду. 24-битный TrueColor цвет, 16,7 млн. оттенков. Оперативной памяти основной 16 МБ, это как раз Hyundai. Видео 8 МБ и звук 2 МБ, соответственно, звуковой процессор Yamaha AICA Sound Processor. 32-битный, 22,5 МГц ARM7 RISC KPU, работающий на частоте 47 МГц, имеющий 64-канальный PCM ADP-CM Sensor, сжатие 4 к 1. А также есть поддержка XG MIDI, 128 Step DSP, 3D. Скорость модемов для всех европейских и ранних японских моделей 33,6 кбит в секунду. Все американские модели и японские модели, выпущенные после 9 сентября 1999 года, имели модем со скоростью 56 кбит в секунду. В Бразилии приставка выпущена без встроенного модема, однако он доступен в отдельной продаже. Джойстик и Sega Dreamcast это отдельная история. В руках контроллер лежит великолепно. На все кнопки удобно нажимать. Шнур джойстика выходит снизу, так как сверху разъемы для подключения карт памяти. Но с помощью простой конструкции кабель легко фиксируется и не мешает играть. Джойстик от Xbox 360 словно логическое продолжение старичка Dreamcast. Microsoft сделали правильный выбор, что взяли за основу такую эргономическую конструкцию. Что интересно, очень многие говорят, что для Nintendo Wii сделан джойстик классик контроллер неправильно, потому что провод у него выходит снизу. Дескать, никто так никогда не делал и вообще это все неудобно. Ну так вот, это неправда. В Sega Dreamcast все было именно так. Правда, там было это чуть лучше продумано. Но джойстик для Sega Dreamcast сам по себе абсолютно уникальное устройство. А это карта памяти на 4 мегабайта. Но судя по всему, это не оригинальная карта памяти, слишком уж она плохо сделана. Судя по всему, это ее китайский аналог. Тем не менее, свою функцию он выполняет. А это VGA Box. Ну, я точно не знаю, зачем он нужен, но догадываюсь, что он нужен для того, чтобы подключить к приставке обычный компьютерный монитор. В принципе, это позволяет, во-первых, расширить функционал приставки, использовать ее с компьютерным монитором, потому что, по сути, она является компьютером и имеет кое-какие функции, не связанные с играми. Поэтому ее вполне можно было бы использовать именно таким образом, как системный блок, что ли. Поэтому VGA Box, скорее всего, для этого и нужен. К приставке подключались мышь и клавиатура. Консоль поддерживала мышь и клавиатуру, которые использовались при наличии веб-браузера. А также поддерживалась некоторыми играми, такими как The Typing of the Dead, Quake 3, Fantasy Star Online и Railroad Tycoon. Также часть игр, такие как Rez, имели недокументированную поддержку мыши. Клавиатуры были фирменные. А также существовали переходники для подключения стандартных компьютерных клавиатур. Была еще удочка. Удочка с гироскопом была выпущена для нескольких рыбацких игр. Могла использоваться в некоторых других. И, естественно, к приставке подключался световой пистолет. Об этом много не скажет. А вот еще к джойстику подключался микрофон. Он поставлялся с играми Симен, где главным героям нужно было управлять посредством собственного голоса. Также Alien Front Online и некоторыми другими играми, как японскими, так и американскими и европейскими. Что же касается DVD дисков для Dreamcast, то на самом деле это недалеко от правды. Такой проект у Sega был. Она хотела выпустить Dreamcast DVD Player. К сожалению, этот аксессуар так и не вышел, потому что Sega отменила многие свои аксессуары для этой приставки. В частности, был отменен и Zip-дисковод, и SDN-терминал-адаптер и некоторые другие. Был даже проект, который подразумевал версию Dreamcast, которая работала бы на 40-гиговом жестком диске. И на нее можно было бы из интернета закачивать игры, играть в них, а также использовать приставку как Set-Top Box, ну то есть цифровой видеомагнитофон со встроенным Dreamcast. Однако, можно уверенно сказать, что Sega таким образом предвосхитила сегодняшнее направление по переходу на скачиваемые игры для консолей еще 10 лет назад. К сожалению, я более не знаком ни с какими аксессуарами для Sega Dreamcast, и показать мне, к сожалению, больше нечего. Собственно, все материалы были предоставлены сайтом hubr-hubr.ru, за что им и большое спасибо. Обзор на это можно считать законченным. Так что, до новых встреч!